Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Если у вас осталось картофельное пюре, у меня есть очень вкусный и простой рецепт, что можно из него приготовить. Блюдо настолько простое в приготовлении, что обязательно понравится вам и вашим домочадцам. Для приготовления нам понадобится картофельное пюре, яйцо, твердый сыр, мука, соль и сливочное масло. Картофель отвариваем, разминаем, можно добавить к нему молоко и масло. Если у вас остатки картофельного пюре, тогда его чуть подогреваем и разминаем вилкой. Когда картофель чуть остынет, добавляем к нему одно яйцо. Твердый сыр можно брать абсолютно любой. Измельчаем на мелкой терке и добавляем картофелю. Тщательно перемешиваем. На этом этапе можно посолить тесто, но если у вас сыр соленый, лучше обойтись без соли. Можно также добавить измельченную зелень. Теперь вводим 9 столовых ложек муки без горки и замешиваем тесто. Оно будет липковатым, поэтому в процессе вымешивания припыляйте рабочую поверхность мукой. Тесто нужно замесить, чтобы оно было мягким, но не липло к рукам. Готовое тесто выкатываем в колбаску и нарезаем на 8 равных частей. Каждую часть подкатываем в шар. Теперь берем по одному шарику, рабочую поверхность хорошо припыляем мукой. Раскатываем в тонкую лепешку. Я хочу, чтобы края были более ровные и четкие, поэтому беру крышку, диаметр 18 см и вырезаю круг. Теперь с помощью скалки, либо лопатки, переносим лепешку на сухую разогретую сковороду. На сковороде лепешку можно чуть растянуть руками. Обжариваем на среднем огне до румяности с двух сторон. Пока готовится одна лепешка, формируем следующую. Готовые лепешки складываем стопкой друг на друга. Обязательно смазываем сливочным маслом, пока они горячие. Готовые лепешки разрезаем на 6 частей и подаем к столу. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 12 лепешек. Они очень тонкие, нежные, с приятным сливочным вкусом. Картофель практически не чувствуется, а вот сыр очень. Поэтому тщательно выбирайте сыр. Друзья, как вам такой рецепт? Если у вас есть идеи, что можно приготовить из остатков картофельного пюре, пишите их в комментариях. Сегодня предлагаю приготовить совершенный в своем простоте рецепт. Раздавленный запеченный картофель в духовке. Рассыпчатый внутри и хрустящий снаружи с тонким ароматом чеснока. Картофель хорош как сам по себе, так и в качестве гарнира к мясу или рыбе. Для приготовления нам понадобится всего лишь картофель, чеснок, растительное масло, соль, сметану и зелень. Я буду использовать для подачи. Картофель лучше использовать небольшого размера, так он получится более хрустящим. Тщательно моем его и отвариваем до готовности в кожуре. Затем сливаем воду и даем корнеплодам немного остыть. Противень смазываем растительным маслом. Берем один клубень картофеля. Придавливаем боковой стороной ножа. Получаем заготовку шириной 2-3 см. Аккуратно с помощью ножа переносим на противень. Теперь осталось посолить картофель и обильно смазать растительным маслом. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 200 градусов на 20 минут до образования румяной корочки. Достаем картофель. Каждый клубень смазываем чесноком и посыпаем тертым сыром. Снова отправляем в духовку на 2-3 минуты, чтобы сыр растаял. Получаем вот такую красивую золотистую картошечку. Приправляем сметаной и посыпаем зеленью. Картошка получается очень вкусной, мягкой, пряной, с ароматом чеснока и зелени. Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь вашей едой. Готовятся такие пирожки очень быстро и всего из нескольких ингредиентов. Можно и на завтрак приготовить или на перекус. Для приготовления нам понадобится картофельное пюре, твердый сыр по желанию, мука, зелень, соль, растительное масло. Я беру уже готовое картофельное пюре. Разминаю его толкушкой. Добавляю яйцо, соль, перец по вкусу. Тщательно перемешиваю. Добавляю твердый сыр, измельченный на мелкую терку. Вместо сыра можно добавить ветчину или грибы. А можно вообще ничего не добавлять. Тоже получится вкусно. Мелко шинкую зелень и добавляю в тесто. Снова тщательно перемешиваю. Постепенно вводим муку и замешиваем тесто. Количество муки можно изменять. Чем больше вы ее добавите, тем плотнее будут пирожки. Тесто в итоге получается липким. Делим его на две части. Одну откладываю в сторону. Вторую часть теста обваливаю в муке. Формирую шар и раскатываю сначала руками. Делим тесто на сектора. Делим тесто на сектора. Отправляем на разогретую сковороду обжариваться на среднем огне с двух сторон в небольшом количестве растительного масла. Когда подрумянится с одной стороны, переворачиваем. Накрываем крышкой. Жарим до готовности. Картофельные ленивые пирожки получаются мягкими, вкусными, а готовятся очень легко и быстро. Вкусно подавать с сметаной, чесноком и зеленью. Готовить можно и на завтрак, и на перекус, в духовке или на сковороде. С начинками также можно экспериментировать. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавляем DimaTorzok Добавляем DimaTorzok Добавляем DimaTorzok 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 Добавляем DimaTorzok DimaTorzok